Продолжаем обсуждать главную тему атаку дронов на здание Москва-Сити. К нашему эфиру присоединяется Сергей Ауслендер, журналист, автор телеграм-канала «Война с Ордой». Здравствуйте, Сергей. Да, здравствуйте, добрый вечер. Спасибо, что присоединились. Сергей, вот второй раз ударила, можно сказать, молния в то же место. Ну, конкретно ударил, конечно же, беспилотник по одному из зданий бизнес-центра Москва-Сити. Гигантское здание, совершенно такое, невероятно важное для российских властей. Прямо скажем, сколько его строили, сколько на него молились, как в итоге в нем немножко разочаровались. Ударили оба раза по правительственным офисам, конкретно по Минсвязи. Ударили явно не сильно. Высказываются разные предположения о том, какие, например, это были дроны. И что, собственно, эти дроны на самом деле могут сделать, на что они способны. Я хотел бы услышать вашу версию, чем по-вашему ударили, откуда, ну и, конечно, кто. Ударили дронами Камикадзе. Это барражирующий боеприпас. Это не был там квадрокоптер, судя по характерному звуку. Это вот был барражирующий боеприпас, дрон Камикадзе. В общем, характерное тарахтение раздавалось перед прилетом. Откуда их запустили, мы этого вот абсолютно не знаем. Тут есть две версии. Если запустились территории Украины, это значит, они должны были пролететь по прямой. Ну, грубо, если их там запускали, например, из района Харькова, это километров 600-700, соответственно, у России нет ПВО. Потому что даже собственную столицу Россия прикрыть ПВО не может. Раз они перелетают через линию фронта и летят аж вот до самой Москвы. Если их запускали с территории Российской Федерации, значит, тут полнейший провал спецслужбок контрразведки. Несмотря на то, что они там все время кого-то арестовывают, вот я так понимаю, с предыдущим спикером это обсуждали, да, то вот, а дроны прилетают по-прежнему. Но, судя по вот видео, во всяком случае, предыдущих прилетов, там видно, что дроны довольно крупные, такие, самолетного типа. Для таких дронов нужны специальные устройства. Или катапультного запуска, ну, что-то вроде такой рогатки гигантской, которые запускают такой дрон. Либо реактивного запуска, ну, как шахеды запускают, такая пусковая установка, которая их выстреливает, дальше включается маршевый двигатель и он летит. Вот, собственно, как бы выбирайте, какая версия вам больше нравится, да, пока мы точно не знаем, почему бьют именно по Москва-Сити. Ну, первый раз это можно было бы списать на случайность. Окей, как бы подавили рэбами, и вот они так неудачно упали прямо в здании Минцифры там и какого-то другого министерства. Но когда это происходит второй раз подряд с такой вот удивительной точностью, то тут уже начинают возникать сомнения в том, что действительно там присутствует какая-то радиоэлектронная борьба и какое бы то ни было ПВО. Потому что вообще использовать внутри мегаполиса установки ПВО, это та еще история, надо сказать. Вот они там, конечно, красиво расставили все эти панцири по крышам высоток, но панцирь в городе работать не может физически просто. Потому что дроны летают низко, вровень там с верхними или там средними этажами домов. И дрон может просто упасть, сбитый дрон может упасть на жилое здание или на людей. Ну, собственно, как это уже происходило неоднократно. Сбитый – это еще полбеды. Во-первых, на него не наведешь ракету, потому что кругом куча помех, естественных в виде зданий этих гигантских, да, и в виде электронных помех, там куча всяких там излучающих антенн и так далее. У панциря есть пушки, правда, для такого дела, да, но представьте себе на секунду, вот у него две пушки 30 миллиметров с производительностью там в 4000 выстрелов в минуту, и вот он внутри мегаполиса начнет палить из этих пушек во все стороны. Вот что он там понаворочает, это никакой дрон вообще таких последствий не оставит после себя. Поэтому все это, конечно, выглядит просто удручающе для российской ПВО, понятное дело, потому что она не в состоянии прикрыть столицу. Вот, по идее, такой город, как Москва, нужно защищать не внутри периметра, а снаружи, как бы, то есть где-то перехватывать эти дроны там далеко за пределами кольцевой автодороги, но, по всей видимости, они с этой задачей не справляются. То есть, в общем, подытоживая, защита Москвы от воздушных угроз, прямо скажем, сильно далека от какой-то полноценной системы, я уж не говорю там про железный купол, да, израильский, но какой-то системы, которая действительно может отслеживать любые прилеты извне. Ну, если предположить, что это, например, среди три области. Ну, вот насчет и надалека от совершенства, это вы очень интеллигентно выразили, я полагаю, что она просто отсутствует, вот как таковая. Просто очень, это, честно говоря, совершенно не укладывается в голове, учитывая очевидную параноидальность российских властей, лично Владимира Путина, который мы наблюдаем, в общем, не первый год, не с войной эта паранойя у него развилась, она сейчас просто там приобрела какие-то определенные объемы, но такое ощущение, что должны были со всех сторон защитить. Получается, что, защитили только бункер Новогорёва? Паранойя это к психиатрам, паранойя не сбивает дроны, дроны сбивает ПВО, вот. И сколько ты не страдай паранойей, там, психозами и прочими делами, если у тебя ПВО вот такое, ты ничего сбивать не сможешь, в принципе. Да, где-то им там что-то удается сбивать, вот в том же Крыму, например, или где-то над линией фронта и так далее, но Москва огромный город, то есть туда нужно стянуть гигантское количество систем ПВО, еще раз говорю, расставить их далеко за периметром Москвы, вот, чтобы там хоть что-то сбивать, но тогда останется Санкт-Петербург, там, не знаю, там, Саратов, до Саратова долетало, кстати, да, там и куча других городов, вот сейчас украинцы анонсировали на 24 августа удары по 17 городам, вот как, если Москву прикрыть не можем, там, как прикроем тогда 17 городов, никак, вот, собственно, и все, ну, то есть, когда ты, ну, у них же был этот, как его, он и не был, он и есть, собственно, депутат из Госдумы, там, этот полуумный, как его зовут-то, Господи, вылетел из Картополова. Который из них, простите, у них много, да. Да-да-да, вот Картополов, который сделал просто поразительное географическое открытие, что у нас большая страна, и мы ее всю физически прикрыть не можем. Ну, вот, собственно, я ответ на ваш вопрос. Я, возможно, задам вопрос еще несколько дилетантский, но одновременно с участившимися обстрелами на территории России Сергей Шойгу, министр обороны, на днях совершил торжественный визит в Северную Корею. Я хотел бы узнать у вас, не может ли Северная Корея или, например, Иран, ну, два главных союзника, оставшихся у России, с которыми она совершенно точно обменивается какими-то ресурсами в том, что связаны с военной техникой. Может ли Северная Корея или Иран чем-то помочь России и укрепить ее систему ПВО? Или эти страны также не сильны в этом? Ну, ПВО вообще высокотехнологичный вид оружия. Да, вот союзники поставили украинцам много разных систем. И вот удалось Киев практически полностью закрыть от удара. Других города пока нет, потому что систем физически не хватает. Но вот над Киевом действительно образовался такой вот своего рода купол, который российские ракеты практически пробить не могут. Ни Корея, ни Иран, насколько вот мне известно, во всяком случае, не обладают впечатляющими такими достижениями в области ПВО. Потому что это требует сложной электроники, это требует сложных алгоритмов и так далее. Они во всем этом не преуспевают. К тому же нужно же понимать, что им, вот что называется, и самим нужно. Тот же Иран, например, он сейчас там стягивает часть своих систем ПВО в Сирию, чтобы прикрыть там свои объекты в Сирии от израильских ударов бесконечных, беспрерывных практически. Вот. И свою территорию надо прикрывать, потому что в любой момент Иерусалим может принять решение наконец уже вот разобраться с иранской ядерной программой. И Северная Корея, я полагаю, у них там периодически они на парадах там таскают какие-то зенитные пушки, там древние совершенно, вот там 50-х годов выпуска. Так что я не думаю, что сильно могут в этом смысле помочь. Там со снарядами, да, тут вопросов нет. Я думаю, что корейцы будут им поставлять снаряды. А вот ПВО, это уже история совершенно другая, куда более сложная. И вряд ли от Кореи или от Тегерана можно дождаться в этом смысле какой-то помощи. Сергей, хотел еще спросить вас про, тоже про дроны, но немножко про другие. В российском Минобороне заявили, что предотвратили атаку морских дронов на гражданские суда в Черном море. Чуть ранее ведомство рассказывало о попытке атаки военных кораблей. В Минобороне утверждают, что три полупогруженных безэкипажных катера пытались атаковать российские гражданские транспортные суда, которые следовали к проливу Босфор в юго-западной части Черного моря. В сообщении Минобороны говорится, что все катеры были обнаружены и обезврежены. В общем, всех, как всегда, победили. Мы несколько дней назад увидели вот эти кадры, которые только что показывали вам и нашим зрителям. Это кадры из телеканала CNN, который впервые снял эти самые морские дроны. Не могли бы вы рассказать нам о том, что это за техника, как ее применяют, ну и насколько обоснованы сейчас заявления Минобороны, что Украина, видимо, систематически эти дроны использует для атак в Черном море? Насчет заявлений Минобороны даже не буду комментировать, поскольку репутация великая вещь. И они-то слово правды, по-моему, сначала полномасштабного вторжения не сказали, только расписывая там гигантские какие-то числа и цифры украинских потерь, поэтому нет смысла это комментировать. Нет уверенности вообще, была ли там хоть какая-то атака. Что касается дронов, это вот такой относительно, ну что ли, новый вид оружия. Ну тут можно, конечно, вспомнить историю там с какими-нибудь кайтенами. Это японские такие торпеды-камикадзе были, да, управляемые людьми-смертниками и так далее. То есть сама эта идея не новая, но вот она воплотилась сейчас в так называемых безэкипажных катерах или там беспилотных, если хотите. Это катер относительно небольшого размера и таких очень небольшой, что ли, высоты. То есть он низко над поверхностью воды, его почти видно, из-за чего его сложно засечь радиолокационным способом. И содержит он в себе, там есть разные виды, ну допустим, там до 300-400 килограммов взрывчатки, что вполне достаточно для того, чтобы повредить, ну может быть не потопить, но нанести тяжелые повреждения там среднего размера боевому кораблю. То есть если вспомнить там атаку на американский эсминец Кол в Адене, да, где два смертника врезались из Аль-Каиды, врезались на лодке, это было, ну не безэкипажный катер, там смертники были, да, и там вот по количеству взрывчатки было сопоставимо. Кол получил крайне тяжелые повреждения. Он чуть ли не год был в ремонте, там погибли моряки из экипажа несколько десятков, и вот кто хочет погуглить фотографии, там здоровенная дыра в борту у него образовалась. Вот как бы что такое катер Камикадзе. Поэтому если... и вот этот визит группы CNN на эту базу, он был не просто так, на мой взгляд, да, вообще ничего просто так не делается. То есть это все было таким очевидным намеком на то, что Украина обладает там какими-то определенными средствами для того, чтобы вот оперировать в Черном море. То есть не имея своего флота, Украина вот в очередной раз пытается изменить рисунок морской войны, не имея своего флота, пытаться атаковать российский черноморский флот. И я полагаю, что эти попытки, эти атаки будут продолжаться, как на Севастополь, там на главную базу, так и на корабли в открытом море. Поскольку любой российский боевой корабль сейчас это абсолютно легитимная цель в море, да, если он несет на себе оружие и военный флаг, то тут как бы никаких вопросов нет. А уж какими средствами будут поражать, это уже дело второе. Украинцев есть вот сейчас такие катера Камикадзе, и есть противокорабельные ракеты. Ну, у них ограниченный такой радиус достаточно, вот что «Нептуны», что «Гарпуны», если они у них есть, им все-таки поставили. То есть, а вот у катера радиус действия как раз гораздо больше, там до 600-700, по-моему, даже до 800 километров. То есть, в принципе, вот в такой вот зоне украинцы могут попытаться поразить любой российский корабль. Ну, знаете, подытоживая, не обобщая все то, что мы с вами сейчас обсуждали и про атаку в Москве, и про атаки в Черном море, которые происходили, и еще, очевидно, будут происходить. Прямо сейчас появляются новости о том, что жители Севастополя сообщают о взрывах в городе. Мы можем показать кадры оттуда. Пока нет подробностей, кроме того, что местные жители видят столб дыма, пишет телеграм-канал. Осторожно, новости заработала сигнализация у машин. Окна домов задрожали. Еще есть сообщение о том, что телеграм-канал ВЧК ОГПУ пишет, что по предварительным данным удар мог быть нанесен по военным складам в районе сахарной головки. Сергей Услендер, журналист, автор телеграм-канала «Война с Ордой», был в эфире программы «Воздух» на канале Ходорковский Лайф. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте ему лайк, так его увидят еще больше людей. Не забывайте подписаться на канал Ходорковский Лайф и нажать колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео.